Более 10 лет идет работа над кадастром в Абхазии, когда начнется уже конкретное применение этого кадастром. Что еще необходимо сделать? Обсудим это с директором кадастровой палаты Тимуром Сангуля, он у нас в студии. Тимур, благодарю, что пришли к нам в студию, нашли время. Спасибо за приглашение. Да, и поговорим о том, когда начнут применять, вот я знаю, что база данных, уже создана работа над ней, была завершена? Самая сложная часть была. Самый большой вопрос сейчас, это именно закон о кадастре недвижимости, мы ждем его, он сейчас находится в парламенте, прорабатываем его с парламентским комитетом профильным нашим. И по результатам этой работы будет понятно, когда мы запустимся. В полную силу, так сказать. Мы сейчас тоже работаем, занимаемся геодетическими, картографическими работами. В частности, нас привлекли к определению границ национальных парков и заповедников. Большой объем работы мы сделали, определили с высокой точностью границы Пицунского заповедника. Там, конечно, все еще продолжаются работы по уточнению, потому как мы, техническая часть этой работы, которая помогает и заповеднику, и соответствующим органам, чтобы понять, где находятся эти границы. Мы инструментально оснащены, знаем, как это сделать, но такой помощь. Но советские данные были еще в советского периода, сейчас что-то изменилось? Конечно, советские данные... Все думают, что советские данные, они непогрешимы, но это не так. Советский Союз делал определенный объем информации для каких-то целей. То есть некоторые вещи, они делались с учетом секретности. Те же лесхозовские карты заповедников, они изначально имеют низкую точность. Они были своего рода ознакомительными инструментами. В них нет ни координатной сетки, ни точных характеристик. То есть сейчас старые советские карты, они очень низкого качества и мало помогают в разрешении вопросов территориальных. Особенно, когда идет вопрос высокой точности до метров и сантиметров. И поэтому мы на них ориентируемся как общую схему, где мы видим, как оно по идее должно проходить. А дальше мы работаем уже на месте с высокоточными инструментами, определяем до сантиметровой точности. По максимуму, где мы можем. То есть мы можем до сантиметровой точности, а там, где мы сможем, там, где местность позволяет, либо там, где есть понимание, как должна проходить граница, это уже является фактором, определяющим дальше. То есть вот такая точность в сантиметрах прям необходима. Почему? Ну вопрос, почему не стоит, потому что граница-то, граничит заповедник не с пустым местом, не с берегом, например, а с людьми, а для человека каждый сантиметр это значимое. Советские карты, они в сторону уменьшения территории? Нет, нет, они в сторону меньшей точности. Точности, они не отображают реальную ситуацию. А потому что могут заповедники реально быть больше, чем они? Нет, там разница небольшая, меньше одного процента, менее даже одного процента. Разница именно заключается именно в погрешности, точности. Они были схематичные, они не связаны с высокой точностью. То есть, например, если у вас есть топографические карты, мы привыкли их видеть, пятидесятки, сотки, так называемые. Там военная точность, все сделано четко и однозначно. А на этих картах делалось условно. Их кто-то рисовал от руки и не всегда вдавался в подробности, насколько это соответствует реальности. И военные карты делали на основе аэрофотосъемки, тогда она тоже присутствовала. А эти карты на глаз. Кто-то прошелся по всей территории, увидел, как проходит там условно дорога. Он ее мог нарисовать извилистой, плавными линиями, а в действительности она более острые углы имеет. И такие нюансы они не учитывали и не вдавались в подробности, потому что в Советском Союзе механизм работы был такой. Мы не раз с вами на тему кадастра общаемся, но сейчас мы в такие вот прям подробности вдаемся. Возвращаясь к законодательной базе, в чем сейчас загвоздка? Загвоздки нет. Со стороны депутатов какая-то работа над проектом ведется? Да, она ведется. Мы передали в конце года, мы передали еще в прошлом году документы, он прошел, кабинет министров, прошел аппарат президента, они все просмотрели, изучили. Мы весь документ проработали, кое-какие корректировки там технические, связанные с оформлением, мы внесли и передали в парламент. Теперь мы ждем работу с парламентом, то есть работа будет вестись поэтапно. Сперва мы проработаем все вопросы с комитетом парламентским, соответствующим нашему, и далее передадем его на обсуждение всем депутатам. И каждый, так сказать, уже будет высказывать свое мнение по этому вопросу, и мы будем доказывать нашу правоту. Документ очень технический, он очень сильно проработан, так сказать. Он должен очень сильно изменить ситуацию на рынке недвижимости. Он даст четкое понимание, где что находится и как это все должно регулироваться. Сейчас очень большая сложность с рынком недвижимости, потому что условно регулируется он незаконным, а постановлением Кабинета Министров о частной собственности. И регулирует, например, введение реестра недвижимости, частной собственности и государственной собственности двумя разными органами. И данный документ должен урегулировать эту ситуацию. Также должен регулировать ситуацию при совершении сделок, при заключении сделок, вы должны определенную пошлину выплатить. То есть эта пошлина в определенной степени очень сильно, так сказать... Занижена? Ее стоимость недвижимости из-за нее понижает, потому что она составляет там около 2% от стоимости сделки в определенной степени, до определенной суммы. И из-за этого граждане пытаются скрыть свою сумму сделки, реальную сумму сделки, и она занижается, и мы не знаем реальную стоимость недвижимости. То есть государство теряет? Тут получается обоюдоострый клинок. Государство теряет в налогах, да, но сам гражданин оказывается в очень неудобной позиции. Например, если он захочет раздолкнуть сделку, он не сможет реальную сумму сделки вернуть себе потом законным способом, так как его не будет защищать закон. В договоре, который он подписывает по купле-продаже, значительно меньшая сумма. И он не сможет заявить о том, что он как-то тайне там договаривался на другую сумму. И мы пытаемся этот момент урегулировать в документе. Он убирает, по сути, эту процентную ставку и делает фиксированную. Она в каких-то случаях будет считаться слишком высокой, но зато позволит четко понимать человеку, гражданину, участвующей в сделке или каких-то... Операциях? О регистрациях, да, регистрационных действиях, что ему нужно, что он его ожидает по финансовым проблемам. Чтобы было понятно нашим слушателям, то есть если примут этот закон, в итоге все операции с землей, которые будут... С недвижимостью, в первую очередь, будем разделять понятия. По сути, недвижимость, земля это тоже недвижимость, но законодательно, недвижимостью в первую очередь рассматриваются объекты капитального строительства. Это здания, сооружения, конструкции, которые имеют фундамент. То есть платить придется больше? Нет, скорее наоборот. В виде налогов? Нет? Скорее, тут при сделке вам платить придется фиксированную ставку, но при сделке большими суммами намного меньше вы платите. То есть для граждан это лучше? Для государства тоже прекрасно, потому что люди будут знать, государство будет знать жилищный фонд в каком состоянии, сколько он стоит, и налоги будут приходить. Но это главная причина или главный эффект? Один из многих. А какие еще вы сказали, что с принятием вот этого закона сильно изменится ситуация? Вот одну из причин вы озвучили. Что еще? Появится возможность работы нашей кадастровой недвижимости. У нас будет законное основание, так сказать, вступить в права и начать работу, централизовать ситуацию. То есть мы сможем включить ту же самую публичную кадастровую карту, которая покажет, где находится каждый объект недвижимости, кому он принадлежит, условно кому он принадлежит. Мы не будем слишком большой объем информации вкладывать туда на уровне того же, что находится на российской публичной кадастровой карте, можно сказать. Дальше. Вот сейчас есть такая проблема, когда мы работаем с документом БТИ. Не в обиду БТИ будет это сказано, потому что это не от них пришло, это из Советского Союза нашего любимого пришло. До сих пор, который действует. Они работают по той же схеме, потому что у них соответствующие инструкции, они не могут. Они тоже работают в рамках закона. И мы, соответственно, сам как ураконов, которые мы сейчас, учитывая весь опыт этот 30-летний и Советский Союз 70-летний, мы скорректировали их соответствующим образом. И теперь, получается, когда мы будем работать, обращается гражданин к нам, хочет подтвердить свой объект недвижимости, либо перестроить свое здание, либо ему выделять земельный участок под строительство. Будет выезжать наша бригада, которая будет заниматься съемкой, первичное выделение земельного участка, определение границ высокоточной, то есть до сантиметровой точности. И дальше каждый объект недвижимости, который находится на земельном участке, который выделен под строительство объекта недвижимости, либо на земельном участке, который уже предоставлен под объект недвижимости, будет определяться координатно. То есть мы будем знать точно, где находится каждый объект недвижимости. Это упростит. Да, жизнь людям. Каждый будет знать, где что находится. Но с другой стороны, вы вот говорите, что будет как в России, что... Не совсем как в России. Да, я бы хотела поговорить о собственности, о собственниках. Решен ли этот вопрос? Ведь есть территории, где у людей нет документов, вот они как бы являются фактическими собственниками, но юридически никак не оформили свои права. Ну, в данном случае, данный вопрос будет все-таки решаться не законом, а кадастрой недвижимости, а скорее через суд, как и сейчас. Ну, вы сейчас не сталкиваетесь вот с такими проблемами на этапе? Вы же как бы оцениваете все земли, всю недвижимость? Ну, мы не оцениваем, мы просто собирали информацию о них. Мы собирали, собирали базу, соединяли воедино, вычищали, рассматривали данные, документы, которые применяются. То есть это на этапе администрации как-то вот вопрос? Этот вопрос все-таки будет решаться через суды. В первую очередь, это не компетенция кадастровой палаты будет в любом случае. Наша задача будет только подтвердить легитимность сделки или подтвердить того, что являешься ты владельцем или не являешься, зарегистрировать ваши права. Но если база создана, там вы видите, наверное, какой-то процент? База, когда говорят наши граждане или современные люди, они привыкли, они испорчены современным миром, цифровым миром, когда мы привыкли, что заходим в Google или Яндекс и получаем сразу ответ на все и все. Так не устроен мир. Тот же Google, тот же Яндекс получал эти данные десятилетиями. И мы точно так же находимся на начальном этапе этого процесса. Мы занесли в базу нашу более 70-80 тысяч объектов адресных. К ним привязываем данные из БТИ, архитектуры, приватизации, все материалы, которые мы смогли соединить и собрать воедино. Но не всегда получается найти тот или иной объект недвижимости просто на основе документов либо карты информации. То есть в некоторых населенных пунктах отсутствует адресная информация. То есть нет адреса конкретного, конкретного объекта недвижимости. И приходится как детективам сидеть и разгадывать эту информацию. Да, мы, когда собирали адресную информацию, объездили практически всю страну, наши ребята, временные работники тоже. То есть мы буквально каждый дом обошли тогда. Так что это большое время. Огромная работа. А кто-нибудь уже к вам обращается за информацией? Да, конечно. Какую пользу сейчас, в настоящее время, этот кадастр? Ну, в первую очередь к нам обращается БТИ. Их очень интересует электронная база данных. Мы их как-то поддерживаем, помогаем, предоставляем эту информацию соответствующую. Ну, в основном БТИ к нам обращается, потому как это, по сути, на данный момент, эта база данных у нас фактически присутствует, но мы не можем ей официально пользоваться. Это база БТИ условно. То есть мы можем максимум им вернуть в электронном виде и все. А так, предоставлять данные из нашего архива мы не можем никому стороннему. Адресную информацию, конечно, мы можем поделиться, видеть им, как оно должно быть устроено. Сейчас один документ идет на утверждение в кабине администров. Это правило присвоения и изменения аннулирования адресов. Он урегулирует, систематизирует и урегулирует процесс присвоения новых адресов и существующих. То есть в рамках этого документа мы внесли такую корректировку, что такое направленное, скорее, чтобы все объекты недвижимости, все улицы получили название и получили адреса. Чтобы не было так, что вы приезжаете в деревню, и там был какой-то дом, неизвестно где. То есть новые названия у нас появятся? Да. Каждый дом должен получить соответствующий адрес, и каждая улица, насколько я помню, должна получить название. Даже в селах? Даже если, даже во Сухоми есть такие названия, да, конечно, даже в селах. Почему? Они же тоже населенные пункты. Чем они провинились, что им... Ну, я, например, родилась, там пишут вот в селах, ну и все. А это не только так? Ну, там появятся в селах, будут улицы, их же много. Как это все тоже непросто, наверное, будет назвать? Ну, данный вопрос будет отведен именно главам администрации населенных пунктов и районным главам. Это все-таки не наша работа называть, это не наша территория. Мы, главное, дадим инструмент, чтобы они смогли им пользоваться. И адресную информацию тоже будем с ними прорабатывать и помогать, и подсказывать технически, как это сделать. И далее все, что они там сделают, мы проконсультируем максимально, а потом внесем в наш адресный реестр, получается. И далее все граждане на публичной кадастровой карте смогут спокойно увидеть, где какая улица находится и где какой адрес находится. Так как мы собираем и соединяем большой объем информации. Такой объем информации практически ни у кого не присутствует. Сейчас, наверное, альтернатива является самой близкой к нам, это Яндекс.Карты, наверное. Но там точность до 30-40%. Может быть, в некоторых регионах и населенных пунктах, как в Сухум, до 60%. Но не более того. Потому как мы на связи периодически с администрациями населенных пунктов. И иногда мы спрашиваем, какая улица где находится, какой дом где находится. Потому как не всегда получается просто так сориентироваться. Даже имея весь объем информации, который у нас есть. А когда мы говорим о законе о кадастре, насколько я понимаю, в парламенте и другие законопроекты, которые связаны с вашей работой? Это пакет. Это скорее пакет документов. Это три закона получается. Закон о кадастре недвижимости, закон об изменении в гражданский кодекс и закон об изменении в законодательные акты. То есть они идут тандемом. В первую очередь это закон о кадастре недвижимости, который регулирует всю эту область. И далее остальные документы должны внести корректировки в существующие законодательные акты для того, чтобы данный закон мог функционировать в полной мере. Это довольно-таки большой объем. Больше сотни страниц. В некоторых случаях, например, закон сам по себе может быть 40-50 страничный. Но когда вы смотрите в закон об изменении в гражданский кодекс, либо изменение в законодательные акты, вы видите не просто текст, а того, как должно быть сформулировано то или ноль правило, но какие изменения в какую статью. То есть когда ты смотришь, вытаскиваешь еще, поднимаешь эти статьи, текст становится просто огромным, и это большой объем работы, там сотни и сотни страниц проработанных документов. Получается, если закон будет принят, и палата заработает, да? Надеемся, когда, а не если. Да, да, да. То чем будет заниматься БТИ тогда? Данный вопрос будет решаться государству. В России БТИ тоже нашло в применении, даже после того, как кадастровая палата появилась. Так что, скорее всего, у нас будет такая же схема. Я не решусь сказать, чем именно будет заниматься, потому что есть много чего в стране, чем можно заниматься. Чем озадачить можно. Да, потому что всегда не хватает рук. Если говорить о пользе кадастров с точки зрения привлечения инвестиций, вот насколько он необходим? Для инвестиций важно все. В первую очередь, получается, инвестор, когда идет в новую страну, условно, как у нас, он хоть что-то должен знать о том, как устроена страна, что здесь происходит с рынком недвижимости, понимание, где находится, чей земельный участок, чей объект недвижимости и какие объекты уже являются в собственности, находятся в собственности, а какие еще не приватизированы даже. То есть человек должен понимать, куда он вкладываться собирается. А то вы придете неизвестно куда и будете отдавать деньги неизвестно кому. Тоже как-то страшно инвесторам. Но, насколько я понимаю, без кадастра какие-то другие законы, связанные с инвестициями, сложно будет принять, потому что необходим вот этот базовый... Центр, Центр сбора данных будет являться единым центром, где будет собираться вся информация об объектах недвижимости, получается. Это значительно упростит жизнь и госорганам, и законодательным актам, которые примут для инвестиционной привлекательности страны, и самим инвесторам тоже. То есть им не нужно будет в десятки разных организаций обращаться, чтобы получить необходимую информацию о том, во что они хотят вкладываться. Либо они обратятся в один орган, либо обратятся в посредник, орган посредника, либо частную компанию, которая обратится к нам. И мы предоставим соответствующую информацию в рамках закона. А какие сейчас на этом этапе у вас проблемы в работе? Понятно, что сейчас идет... Самые большие проблемы, если честно, это кадровый состав. У нас постепенно собирается состав сотрудников, которые мы годами уже, то есть несколько лет учим, работе с системой. Но все еще присутствует проблема в будущем, которая появится. Это очень остро сразу станет, и будет очень короткий период для времени, для решения. Это госрегистраторы, на которых ляжет большая ответственность и большая нагрузка. Кто бы ничто не говорил, но 8 госрегистраторов на всю страну, это большая будет нагрузка. Представьте себе, сейчас эту работу выполняет, условно, многие БТИ по всей стране, и они перелягут, условно, на одного человека, один район, на одного человека. Представляете, какой нагрузкой будет. Плюс IT-отдел. Это самая, может быть, даже самая сложная часть. Потому что в стране, да и в России, и во всем мире присутствует острая нехватка IT-специалистов. Вы можете просто специалиста IT-найти какого-нибудь, но нам такой не нужен. Нам нужен человек, который либо ответственен, которого можно быстро и хорошо научить чему-то, либо уже знающего. А и то, и другое очень сложно. Ну а искусственный интеллект сейчас технологии с искусственным интеллектом в вашей связи? Ну, искусственного интеллекта не существует, во-первых. Им управляет человек, понятно, но какие-то технологии... Нет, нет никакого искусственного интеллекта. Есть запрограммированная программа, которая предугадывает желания или же ваши намерения. Но она в рамках определенного шаблона работает. Искусственный интеллект означает, что это полноценный разум, который может заменить человека. Такого не существует. В нашей работе в Абхазии самое главное, кто должен присутствовать, это человек, ответственный человек, который может выполнять свою работу ответственно и добросовестно. И найти специалистов в IT, это самое сложное, потому что... Ну, они не возвращаются в Абхазию. Рынок в России очень остро нуждается, и его намного более привлекательно, чем у нас. Даже тот специалист, который у нас имеется, его постоянно пытаются у нас украсть, так скажем. Друзья из разных стран, из разных регионов России предлагают хорошие зарплаты, но мы держимся. Ну, вы держитесь. Хорошо, с айтишниками понятно, а вот с другими работниками у вас штатов не хватает или просто люди не идут? Нет, у нас, во-первых, сейчас ограниченный штат, он должен соответствовать нынешним функциям, которые мы выполняем, но в будущем он будет расширен. Мы уже подыскиваем на соответствующие должности людей, мы заранее с ними договариваемся, и о том, что мы будем брать именно их на эту работу, но в некоторой должности только по конкурсной основе могут быть наполнены. Это будет реальный конкурс? Какие требования? Вот какие работники опыт работы? Будут на основе закона, как только закон будет применять, будет выдвинуто постановление, в рамках которого будут утверждены требования, то есть есть определенные требования уже в законе, и другие требования будут дополнены постановлением кабинета министров, будет экзамен. Тоже комиссия будет составаться постановлением кабинета министров, будут собираться соответствующие специалисты, которые будут проводить экзамен. Потом нужно подготовить экзаменационные вопросы, провести, так сказать, тренинг, даже не тренинг, а обучение какое-то базовое, чтобы претенденты были готовы к тому, с чем они столкнутся и в вопросах экзаменационных, и в будущей работе. Это именно госрегистраторы? Да, почему я спрашиваю, потому что мы часто слышим, что будут на конкурсной основе принимать на госслужбу, но по факту-то, не знаю, может вы знаете примеры, я не могу сказать. Когда говорят конкурсная основа, я не всегда представляю, как это можно сделать на узкоспециализированных должностях, где специалистов, а по всей стране всего два человека может быть всего. Вот у вас, например, IT-отдел, какой конкурс нам можно устроить, если всего там два человека по всей стране, которые могут этот конкурс пройти? По сути. Если молодые придут, да, всегда есть предложение. А регистраторы, я про это говорю. А про регистраторов там юрист должен быть условно. Ну вот, юристов много. Юрист с определенным опытом, то есть от трех до пяти лет где-то должен, в зависимости от того, как в законе будет прописано в конечной редакции. Либо он должен работать в кадастре в какой-то определенный период времени, но тоже специалистом соответствующий, да, регистратор. Так что это довольно-таки сложный вопрос. Будем изучать его, как получится. Не знаю, сколько претендентов будет, потому что всегда присутствует такой риск, что никто не придет. И придется просто искать людей. Без какого-либо конкурса. Нет, будет конкурс в любом случае. Даже тех, кого мы переведем, мы будем представлять. Они должны все равно будет пройти экзамен. И иногда стресс тоже влияет на результаты экзамена. Специалист может быть прелестящий, он может быть выполнен и выдержит эту работу больше, чем все остальные, но на экзамене может не справиться со стрессом. Такое тоже бывает. Ну, до экзамена далеко. Пока ждем... Надеюсь, нет. Я все так скептически настроена, потому что 12 лет как обсуждение, но и немало работы уже проделано. Дело сейчас за депутатами, насколько я понимаю. Да, сейчас осталась самая, наверное, ответственная часть. Это закон. Остальная вся работа была практически полностью выполнена. Мы сейчас занимаемся завершающим этапом создания модуля кадастровой оценки. То есть оценка объектов недвижимости. Это вот самый последний модуль, который остался из крупных. Все остальные, все подготовлено, работает, функционирует. Мы уже несколько лет тестируем его, как скажем, в полевых условиях. Вносим базы в данные. Нас постоянно тестирует, если можно сказать, или проверяет и помогает протестировать Росреестр. У них очень большой опыт в этом вопросе. Они больше 20 лет этим занимаются и свою систему переделывали. Подсказывали нам, какими сложностями и трудностями нам придется встретиться. Так что основная часть модуля работает. Основная часть системы работает. И новый модуль, который добавится, он только расширит возможности. Тимур, спасибо, что пришли, нашли время прийти к нам в студию, ответили на наши вопросы. Благодарю. Пожалуйста.